Хе-хей! Всем большой привет! С вами Раиль Арсланов и добро пожаловать в Хижину Музыканта! Сегодня не будет ни разборов, ни каверов на ту или иную песню, сегодня будет немного развлечения. Именно на своем канале я решил сделать рубрику, которая будет называться ТОП-5, где мы будем анализировать различных артистов, их уровень, популярность, мастерство и ставить это все в рейтинге. Ну и сегодняшний ТОП называется ТОП-5 самых популярных русских певцов. Подошел к концу 2016 год, друзья, пора подвести итоги, кто же был в этом году лидирующим. По крайней мере, друзья, обратите внимание на название данного ролика. Популярный это не значит, что хорошо поющий, скажем так. Популярный это значит, что везде в течение года вы могли этого артиста слышать. Он чаще всех показывался в интернете, в сети, чаще всего вы его слышали на радио и прочее. Я вывел несколько критериев, по которым будем оценивать всех наших музыкантов, чтобы не было настолько субъективно, я захотел и поставил такого-то артиста на такое-то место, чтобы все было максимально честно. Да. Будем объективно оценивать все результаты, данные вместе с вами, друзья. Поехали! Первый критерий называется популярность сети. Активность вконтакте, в инстаграме, количество просмотров и снятых клипов на ютубе. Второе это прослушиваемость. Как часто автора песен крутят по телевидению, ставят на ротацию на радио, как часто слушают в наушниках люди и насколько он популярен в массе. Ну и третье это, конечно же, общее ощущение. В течение года, по-любому, вы так или иначе слышали данного артиста и некоторые артисты довольно часто даже вольно-невольно попадали вам в голову, потому что вы могли слышать по радио, на улице. И общее ощущение вообще, кто ярче из артистов, которых вы вообще везде слышите. Поехали! И, друзья, на пятое место попадает человек по имени Сергей Лазарев. Лауреат премии «Золотой граммофон», а также третье место на Евровидении 2016. Это все... Несмотря на то, что большинство песен у Лазарева на иностранном языке, я не знаю ни одного человека, который не знал бы об этом человеке. Сказанул. Этот артист очень давно на эстраде, на сцене, поэтому мы уже с самого детства его знаем. Согласитесь, друзья, вы тоже его знаете. Самое сердце на пораженье Что же ты медлишь с этой мишенью Действительно, из-за того, что его песни в большей степени на иностранном языке, на английском, в России его чуть меньше слушают, но, друзья, раз он поет на международном языке, то его песни слушают за границей, в отличие в нашем топе от других артистов, которые поют чисто на русском языке. Значит, вполне возможно было бы этого человека разнестись чуть выше. Но его песни своеобразны. Согласитесь, с оттенком электронной музыки, во-первых. Во-вторых, они в большей степени на английском языке. Я этого человека смело размещаю на пятое место. А теперь немного данные. Самый успешный клип на ютубе, клип на песню «Это все она» 64 миллиона просмотров. Вконтакте 34 тысячи подписчиков в паблике и в инстаграме 1 миллион 800 тысяч подписчиков. Ушедший год 2016 стал знаменательным для Сергея Лазарева, так как он принял участие в Евровидении 2016 и занял третье место, за что его поздравляем. И поэтому в этом году Сергей был популярен в России, потому что каждый поддерживал его и смотрел по телеку выступления его на Евровидении. А помните эту заставку из сериала «Папиной дочке»? Этот голос и заставка также принадлежит Сергею Лазареву. И здесь он, как и в более раннем возрасте, очень похож на молодого Дэйва Гана из группы «Депешмот». Согласитесь? Ставьте лайк, если любите Сергея Лазарева. Двигаемся дальше. Четвертое место принадлежит в нашем топе Алексею Воробьеву. Российский певец, актер, режиссер и просто классный и веселый человек. В ушедшем году он сделал очень много работ по выпуску клипов, где режиссировал самостоятельно все свои клипы и набрал огромное количество просмотров на Ютубе. Его клип под названием «Сумасшедшая» набрал целых 124 миллиона просмотров. По секрету, это на 34 миллиона просмотров больше, чем клип Егора Грита «Самая-самая». Вышла песня и клип «Ямайка». «Самая красивая», «Счастлив сегодня и здесь». «Синий джинси», «Белая майка», «Идем веселиться», «Это моя Ямайка». «Счастлив сегодня и здесь», «Спасибо судьбе, что ты ешь». «Самая красивая», «Самая красивая», «Глаза как небо жилее». Воробьев – очень публичная личность. Съемки в фильмах, сериалах, выступления на закрытых вечеринках – все это происходит ежемесячно. И поэтому не зря я разместил этого артиста на четвертом месте. Если с чем-то вы не согласны, пишите все в комментариях. А теперь немного данных. Самый успешный клип на Ютубе – 124 миллиона просмотров. Вконтакте, в паблике – 82 тысячи подписчиков. И в Инстаграме – 2 миллиона подписчиков. Да, друзья, правильно догадались, на третье место я ставлю Макса Коржа. Очень тяжелая борьба была между вторым и третьим местом. Долго не мог решить, кто все-таки популярнее и круче, кого поставить. Друзья, эти два артиста почти что на одном уровне находятся, так что не вините меня, что я поставил Макса Коржа на третье место. Это крутой чувак из Беларуси, певец-рэппер, который стал популярен совсем недавно, друзья. В 12-м году выпустил в мае свой первый сольный альбом. И с этого все и началось. Теперь его все знают благодаря песням «Жить в кайф», «Небо поможет нам в темноте», «Мой друг», «Пламенный свет», «Мотылек», «Сын, жги». Я выбираю «Жить в кайф», «Я выбираю «Жить в кайф», «Блова», «Пацана», «Почему так больно сильно», «Почему так больно сильно», «Мак». А теперь немного фактов. Вконтакте Макса Коржа поддерживает сильнее, чем другого артиста из нашего рейтинга. У него 596 тысяч подписчиков в паблике Вконтакте. В Инстаграме 326 тысяч подписчиков. И на Ютубе самые популярные и успешные клипы. Их два по 14 миллионов просмотров. Это клип «Мотылек» и «В темноте». Действительно, Макс и Коржа очень хорошо слушают в наушниках. Его любят молодежь, реальные пацаны, девчонки. То есть весь интернет кайфует от его искренних и действительно молодежных песен. Это идол нашей молодежи, скажем. Но, увы, количество концертов чуть-чуть меньше, чем у артиста, который на втором месте. К сожалению или к счастью, но Макс Корж не такая публичная личность, как Алексей Воробьев или Сергей Лазарев, чтобы выступать в эстраде, участвовать в ток-шоу, быть ведущим, скажем. Но он свой пацан и делает свое дело. На втором месте после долгой борьбы с Максом Коржем расположился артист Blackstar Мод. Рэпер Blackstar. Это уже о чем-то должно говорить, потому что влияние Blackstar на музыкальную индустрию очень большое на сегодняшний день. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. А теперь данные. Вконтакте, в паблике подписчиков 552 тысячи. В инстаграме 2 миллиона 200 тысяч подписчиков. Самый популярный клип. Капкан. 39 миллионов просмотров на ютубе. Мы хотим на баре, секс, мы хотим на пляжи, секс, приглашаем с нами. Welcome to the party. Мы поднимаем, мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем, мы поднимаем клубную всю целину. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Если бы небо двигалось на момента, я в Дубе нашел абсолютно все. У этого артиста свои поклонники, начиная от самых маленьких девчонок до женщин и девушек в возрасте 25-30 лет. Ну, как мне кажется, это уже субъективное мнение. Огромное количество концертов практически ежедневно в разных клубах, в разных городах сейчас намечаются концерты в Сибири. А потом большой концерт в самом Крокус Сити Холл. Так что Мод заслужил второе место. Ты буди, 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 пока крутишь, бегу тебе. На работу, где видишь, зачем тебя я заводил? Ты буди, буди. Да, друзья, вы догадались, первое место принадлежит Егору Криду. Ну, нет персоны на сегодняшний день, кто бы ярче и точнее занял это место. Ну, за этот 16-й год, где только вы не могли услышать этого артиста, везде, в каждом углу, у каждого на телефоне играл трек этого артиста. Потому что, действительно, этот артист очень хорошо постарался. За 1-2016 год вышло столько хитяр, что очень круто. Его слава началась после того, как вышел клип на песню «Самая-самая». Как уже сказал, у этого клипа 90 тысяч прослений. За ним вышли сразу же другие клипы на песню «Невеста», «Мне нравится», «Мало так мало», «Будильник» и так далее. Ты буди-буди-буди, пока крутишь пигуди, ты моя невеста, ты моя невеста. И если честно, мне с тобою так повезло. Мне нравится, мне нравится, когда красавица не улыбается. Мало так мало, осталось нормально, девчат. Я так давно захотел тебе это сказать. Ну а теперь данные. Вконтакте 539 тысяч подписчиков, в инстаграме целых 3 миллиона 700 тысяч подписчиков. Самый популярный клип, песня «Самая-самая», 90 миллионов просмотров. Только-только закончился концерт. Блин, на самом деле, в этом время было очень тяжело танцевать, плясать, вообще давать концерт, потому что все безумно текло. Каждая песня – хит. Друзья, это просто бомба, это самые лучшие показатели в России. Так что, друзья, первое место заслуженно в этом топе принадлежит Егору Криду. Свои впечатления по этому топику оставляйте в комментариях. Набираем тысячу лайков, выходит еще один топик на немножечко другую тематику, но все будет намного интереснее, чем первый наш топ. На самом деле, в российской эстраде немного артистов, которые прямо так явно, как Егор Крид, выделяются. И вообще, в наш топ загнать-то было не так легко, потому что супер-мега-ярких, популярных, узнаваемых артистов, как за границей, у нас немного, к сожалению. Друзья, ну а с вами был Раиль Арсланов. Оставляйте комментарии, как уже сказал. Ставьте лайк, если понравился топик. Пишите свои пожелания и замечания по поводу топика. Туда ли я поставил каждого артиста? Очень долго над этим вопросом бился. Кого выше, кого ниже. И все-таки пришел вот к такому мнению. И все объективно, как мне кажется. И явно видно, кто, насколько популярен в России, друзья. Так что подписывайтесь на Хижину Музыканта. Будут еще круче топики, разборы, а также каверы на различные интересные песни. С вами был Раиль. Пока! И вот тут есть ссылочка на мой инстаграм. Если подпишетесь, будет вообще уважуха. Терзается! Субтитры подогнал «Симон»!